10 минут. Да, глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. Будьте добры, следующий слайд. Я думаю, что не... Чего? Знобочка переключения у вас. А? Что не... Полностью никакие вопросы варикоцель, несмотря на то, что они и сегодня обсуждались на заседании. Конечно, мы не решаем. Но, как вы видите, мало что изменилось за последние три сотни лет. Тем не менее, эту проблему мы изучаем все глубже. И многие вопросы все-таки удается решить. Вы знаете, что частота встречаемости варикоцель в подростковом возрасте, по данным различных авторов, колеблется в достаточно высоких пределах. И, учитывая это, мы не можем на наших тинейджеров не обращать внимания. И если классификация, которой мы раньше пользовались, клиническая классификация варикоцели по степеням, представленная на этом слайде, долго нам помогала в работе, но сейчас, по мере накопления опыта и накопления клинического материала, в общем-то мы не можем обходиться только ей. И все теории формирования варикоцели, начиная от недостаточности клапанного аппарата, создания пинцета и повышения давления в системе почечной вены. Это и современные теории, связанные с снижением синтеза вазодилетаторов, эпителем венозной стенки и склероз мышечных волокон. И в основном вы видите, это морфологические изменения деградации продольного мышечного слоя и изменение строения коллагена. Они действительно во многом расширяют наши представления об этой патологии, но тем не менее с позиции детского уролога-андролога, они тоже нам дают новые механизмы определения тактики. Но ни у кого нет сомнений, когда они видят таких пациентов и при субклинической лиформе, вот учитывая внедрение, вот здесь мы можем на профессора Тарусина сослаться, потому что у него огромный был материал по выявлению предикторов репродуктивных расстройств как раз в подростковом возрасте. И действительно именно в этом возрасте на первое место выходит варикоцели и диагностировать как будто бы не сложно. Но не всякое расширение вен является еще признаком этого заболевания. И внедрение современных методов, в частности доплерографии, позволяет не только как с помощью ультразвука выявить расширение, но и зарегистрировать увеличение диаметра вен при нагрузочных пробах. Самое главное – выявить реверсивный кровоток. И это действительно совпадение полное с флебографическими данными, которые нам позволяют эти показатели взять как критерии определения, даже выявления скрытых форм варикоцели. Но само по себе выявление варикоцели еще в последнее время не рассматривается как показание хирургической коррекции. Потому что прогноз, вернее формирование бесплодия на фоне варикоцели опять же не является синонимом варикоцели. Есть пациент с варикоцели, имеющий детей, и не единственная эта причина для бесплодия. Поэтому, конечно, оценка тестикулярной составляющей является очень важной. И если взрослым это как будто бы чуть и проще, посмотрел и окулят, и принял решение об отрицательном влиянии, то в детстве с этим бывают проблемы. Во-первых, мы можем выявить варикоцели уже на достаточно раннем возрасте, в 3, в 4, в 7, в 8 лет, когда этот фактор нам мало поможет. Но даже забор для исследования у детей старшего возраста тоже не дает полного представления, потому что незрелость сперматогенеза, она есть, и интерпретировать получаемые данные действительно бывает очень трудно. Поэтому всегда искали альтернативные критерии, и эти работы есть и в мировой литературе. У нас профессор Кондаков и профессор Михаил Иванович Пыков очень много занимались, так сказать, неинвазивными, что ли, для ребенка. Их имеется в виду методами оценки прогностически неблагоприятных ситуаций. И рассматривались именно, рассматривались с позиции внутри яичкового кровотока. Оценить мы его сейчас с помощью доплерографии можем, так сказать, на любом участке. И действительно, плохой кровоток – плохая функция. Это и сегодня звучало на утреннем заседании. Это очень важное именно для детей. Поэтому мы стали ориентироваться на падение индекса резистентности. И посмотрите, нормативные показатели для разных возрастных групп были разработаны. И именно от них мы и отталкивались, определяя тактику. Более того, изучая морфологические данные, морфометрические, гистохимические данные, оказалось, что все-таки варикоцели – это признак соединительной тканной дисплазии. И морфологически выделяя три вида строения венозной стенки у пациентов с варикоцели, оказалось, что этих три группы – это группа вен с хорошо выраженным мышечным слоем, с достаточно хорошо выраженным распределением коллагена в стенке вен. При тяжелых степенях варикоцели чаще всего сталкиваемся с такой морфологией венозной стенки, которая у истончена, растянута. Вы видите, здесь идет деградация коллагена, то есть это снижение эластичности в стенке. И третий тип строения, как правило, в венных сателлитах – это тонкие вены, но с достаточно тоже сохранным и коллагеновой составляющей, и достаточно хорошей мышечной стенки. А вот признаки как раз то, что мы демонстрируем гистохимии, и экспрессии TGF-бета, и повышенное содержание CD34 – все это признаки как раз незрелости в аскологенезе. То есть мы рассматриваем варикоцели и не можем его рассматривать только как там в пубертат, гормональных перестроек и так далее, и так далее, учитывая наличие этих признаков морфо-гистохимических. А мы это действительно рассматриваем как системное заболевание. Поэтому и ситуации, когда выполнена операция, казалось бы, достигнут хороший косметический результат, а даже у взрослых больных хорошо видно восстановление фертильности, не происходит. Поэтому мы стали сейчас ориентироваться при определении показаний, сопоставив данные доплерографии с морфо-гистохимическими, ориентироваться в основном на индекс резистентности. И когда мы видим изменение эхогенности паренхимы, увеличение разности в объеме яичек и падение индекса резистентности. Именно при третьей степени, когда снижение индекса резистентности превышает 0,54, мы видим в основном второй тип морфологического строения, то есть глубокие деструктурные изменения в стенке вен, то есть наиболее тяжелая морфологическая ситуация. Ну и по этому показаниям к оперативному лечению мы считаем, вот именно пациентов, относящихся ко второй и третьей группе, а пациентов, относящихся к первой группе, мы все-таки оставляем для дальнейшего наблюдения, либо применяем консервативное лечение, консервативное лечение, как на устранение постгипоксических всевозможных осложнений, и там и температурный фактор, и всевозможные, поэтому используются и венотуники, и используются мембраностабилизаторы, и сеансы гипербарической оксигенации, если вот сегодня кто-то слушал, использование как бы донаторов энергии, в частности L-карнитина, то есть устранение последствий внутри тканевой гипоксии. Кооперативные методы, но это хоть и не стояло в нашей сегодняшней задачей нашего доклада, но тем не менее это все-таки в основном малоинвазивные методы, из них наиболее оптимальны, мы считаем эндоваскулярную окклюзию, которая позволяет нам заблокировать логический венозный сброс, сохранив и артериальный приток, и лимфатические сосуды, и либо высокое легирование сосудов. Мы вот в нашей клинике не обладаем опытом использования операции Мармара, то есть субангвенального доступа. Это в основном лапароскопическим доступом высокое легирование проводится, открытые хирургические вмешательства, и если подтверждается наличие аортомезонтериального пинцета, наложение сосудистого анастомоза. Нам, конечно, сегодня очень грустно, что общие урологи тут не присутствуют, но просто несколько клинических наблюдений по эндоваскулярной окклюзии, либо сейчас мы в меньшей степени используем фармпрепараты, а чаще пользуемся спиралями Жан-Турка с хорошим эффектом. Мы видим блокаду, происходит ретроградного сброса, блокаду ретроградного сброса, но вопросы, которые требуют многоцентровых исследований, которые требуют сотрудничества с общими урологами. Почему же хороший косметический результат еще не гарантирует даже на фоне улучшения спермограммы восстановление полного фертильности? Спасибо за внимание.